сегодня мы продолжаем разговор про банное парение и про магию банного парения магия еще раз напоминаю взята в кавычки это не какие-то страшные фантастические там не знаю там чуфырь муфырь кручу верчу обмануть хочу это магия условно от слова могу если я могу помочь человеку значит я уже маг муж в общем это все однокоренные условно слова где-то на протославянском языке по крайней мере мне очень хочется в это верить сегодня мне как всегда будет ассистировать никита казанцев сегодня я предлагаю тебе лечь не так как ты бы захотел лечь на бок и вот пока ложись лицом гостям на бок так чтобы я мог попарить тебя немножко нет так как всегда и так смотреть как только он ляжет на бок у него сразу рука легла неудобно потому что подушка оказалась низковатая и мы приподнимем немножко вот так подушечку сделаем не высоковато нормально да ну и теперь руку уже можно будет как-то положить более удобно а вот под вторую ножку мы положим второй валик вторую нашу подушечку тогда ногу можно будет вытянуть и тогда я смогу работать и с внешней поверхностью этой ноги из внутренней поверхности соседней ноги и смогу работать с рукой полностью с обеих сторон абсолютно четко смогу попарить вторую руку хотя бы с одной стороны но чуть-чуть и самое интересное и классно то что я могу работать и по груди насквозь и по животику насквозь и по ребрам вот открытая поверхность у меня все под руками ну и ягодицы прямо передо мной лупи не хочу в общем делай все что нужно и я снова напоминаю о том в чем суть происходящих событий в академии банного дела чем наша школа ярко отличается от любой другой банной методики именно в академии банного дела особое внимание уделяется в какую сторону вы отправляете веник если вы отправляете веник вниз то это будет избиение вашего гостя если же вы отправляете веник всегда вверх вот он лежит я его приподнял он упадет сам я его приподнял он упадется если мне надо немножко резче это сделать я это сделаю ногой чуть резче и вот этому мы научаемся в первую очередь на тренинге который называется домашний банщик и домашний банщик каждый дом и получается что гость получает вес веника с ускорению свободного падения на самом деле этого более чем достаточно для того чтобы человеку было комфортно ему было приятно ну и я тогда легко могу набрать тепла тепло всегда наверху и опустить это тепло на своего гостя если же я работаю вниз удар направляю то есть один очень интересный признак как отличить банщика которая работает на избиение от банщика который работает на дарение удар в данном случае вот это тоже удар но он от слова дарить и давайте мы посмотрим как отличается удар то есть дарение от избиения я не трачу силы смотрите чтобы поднять веник мне достаточно использовать инерцию моей коленки или может быть стопы то есть я чуть-чуть качнул ногой у меня веник по инерции поднялся я чуть-чуть коленочкой под подвинул и это приводит к тому что мой огромный маховичок вот этот вот он приводит веник в достаточное движение для того чтобы я использовал силу тяготения земли и в результате мне не приходится никогда сжимать руку над веником веник у меня всегда остается в разжатой ладони и сейчас даже появилась школа школа свободного веника да то есть когда веник не зажимается в ладони но к сожалению нужно для наверное к сожалению для этой школы или к счастью для нас нужно идти еще дальше потому что этого недостаточно недостаточно просто разжать в ладони нужно еще и запустить движение теперь таким образом чтобы она прошла не используя силу самого пар мастера в этом его залог долгой жизни если пар мастер работает на руках видите у меня тело замерло я работаю на руках этого ненадолго через 5-7 лет у меня начнутся очень большие проблемы в теле начнутся какие-то физические отклонения почему потому что я работал на физике физика износилась она износила дыхание дыхание начала заполнять меня горячим воздухом горячий воздух перегревает кровь кровь перегревает мозг мозг начинает галлюционировать или ослаблять зрение или еще что то то есть происходят необратимые процессы и клетки мозга которые как вы знаете не устанавливаются по крайней мере так ученые утверждают они со временем начинают доставлять нам какие-то хлопоты и неприятности ну а если вы работаете на инерции то у вас само собой веник не зажат в ладони и как отличить бойца которая работает на потоке и вынужден работать очень быстро и зажимать веник и работать на одних только мышцах от вот этого вот вот этого вот фар мастера который на самом деле работает не медленнее он просто не работает он вообще не работает в бане он приходит туда для того чтобы ну просто стать проводником чужой сил силы приходящие извне и отправляющиеся на гости вот это вот проводниковое свойство банщика есть завод его бесконечно долгой жизни в бане если же этого не уметь то достаточно быстро износишься мне сейчас 52 года почти 17 наверное уже 18 лет я занимаюсь банным парением я из бани можно сказать не выхожу то есть я все время ну там через день через два и опять в бане за 18 лет я должен был износиться у меня должно было быть уже изношенное сердце у меня должен быть очки на лице или еще какие-то такие вещи но это все как видите пока меня бог миловал тфу 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 но пока вот так почему потому что другая школа банного паренья ну а есть про мастера которые уже ушли из тех кого я знал и это очень трагично это очень жаль но это есть и от этого никуда не денешься ну а теперь еще одна программа паренья я не показываю вам даже программу паренья мало того любая программа паренья это всегда не существующая программа паренья по той простой причине что вы никогда не сможете повторить точка в точку удар в удар сила в силу паренья которое было у вас до того чуть раньше поэтому самое наверное разумное это не заморачиваться с программами или выучить 3 5 10 программ а потом вариабельно искать что-то среднее между одним вторым и третьим и четвертым и пятым и тогда вы становитесь с таким джазовым музыкантом который легко переходит из одной композиции в другую с ноты на ноту прыгает при этом получается все гармонично и очень даже красиво но никакой программы никаких правил поэтому я буду парить так как попросит его тело в первую очередь его душа но и песня какая для него прозвучит я честно говоря вот уже слышу ее и песня не знаю почему она на него запелась но почему-то запелась наверно потому что я ее услышал перед эфиром но ему она подходящий именно на ней мы на этой песне совсем вот вот прям перед самым эфиром остановились я ему даже рассказывал смысл тех слов которые в песне спеты наверное это не стало причиной к чему я ее сейчас выбрал и еще один маленький пример песняного творения ну а чтобы гостю было комфортно мы закроем глазки чтобы яркий свет наших софитов не бил по глазам так вот сделаем если у вас в бане яркий свет ну оптимально конечно это просто его выключить просто его убрать это самое простое но если не знаю хозяин не позволяет этого сделать или вы без света ничего не найдете в бане вообще оптимально конечно сделать так как делается в живой бане лампочка за окно из-за окна она светит она становится вечная она там никогда не перегорит уличная лампа работает и работает вечно хоть прожекте отраженным светом через какой-нибудь там отражатель можно запустить этот цвет и он будет и днем и ночью одинаковый абсолют через окно заходит все красиво все чистенько любой свет любой цвет и даже можно эту современную лампочку которая имитирует горение огня туда поставить она там не перегорает внутрь в бане вы такую лампочку не занесете она сдохнет примерно через три дня если же у вас там диодные ленты прожектора эти всякие софиты и прочее прочее это очень сильно бьет по глазам вашему гостю и тогда несите как я в данном случае ему повязку ночной знаете для самолетов продают такие очень часто я и купил его аэропорту кстати ну что мы как всегда начинаем с ног начинаем с поиска песни и я сегодня не буду имитировать подачу пара сами понимаете мы находимся не в бане а рядом с баней поэтому имитацию от оставляем в сторону мы занимаемся уже банной магией не менее и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На крутенький бережочек Я на бережок, да, вот и голь, да, вот и она Выкладала, да, красная моя, она, девчоночка, да, Белая, белая шелакоенькая на платое Белая шелакоенькая на платое Ой, да, все плату, да, вот и голь, да, вот и она Выкладала, да, красная моя, она, девчоночка, да, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот доголоском, да, вот и, ой, да, вот и ты мой переводчик, да, ты, ты связи меня, да все легче, О, ночку, да, на ту сторону, да, все легче, да, на ту сторону, речь учил, да, все легче, да, вот и так, В зелёном мордах уторочки Да что, что над страной местом Да на ярком мордах уторочки Да мой мярёночек да всё же вёл И казалось бы песня неуместная Чё это вдруг мужику молодому про девчоночку-то петь Чё это неправильно как-то А нет У нас песни странные или мудрые Ну вот как только про девчоночку запелось Так сразу разговор о душе пошёл И там разговор-то не про красную девицу А про душеньку, которая заблудилась Чего-то ищут, а чего не знают Но в конце концов по сырому гору До речки По граничке дойдёт Которая Живых от мёртвых ограничивает А там, глядишь, перевозчика встретит Перевозчику заплатить надо Спелых яблочек пяток предложить Или чего там душа с собой принесла Глядишь, перевезёт На ту сторону Где миллиончик живёт А что за миллиончик Это не мне вам рассказывать Сами думайте Ну вот такие вот они Русские песни Они практически все бесполые Когда про душу разговор Так оно может и про невесту спеться А когда про невесту Может и про душу Ну вот так потихонечку-потихонечку Начинаешь понимать Что Душа она бесполая Она у всех Примерно одинаковая А если ты в бане работаешь Что ты не паришь ни погоны Ни деньги его Ни регалии Ни его Какие-то Высокие заслуги Ну а как попарить живота Как попариться спины Это мы уже видели Ничего здесь Экстраординарного Я вам сейчас показывать не буду Потому что ко всяким Необычным вещам надо готовиться Надо проходить Какие-то подводящие Истории И мы сейчас чуть-чуть только Грудь-живот поправим И потопаем А спинку мы уже Немножко попарим Так вот Русские песни Они Те которые корневые Те которые Глубокие очень Древнючие Древнючие Они в бане поются С особым смаком У них Смысл появляется Какой-то Особенный Банный И когда ты Не только в скорости Гости идешь Не только В цвета его попадаешь В чаянии Его В запахи В температуру Которая ему нужна В глубину воздействия Которая именно ему Именно сегодня нужна Ну еще и Звуковые Воздействия На него Попадает Хорошо То Тогда Твои силы Увеличиваются В разы А дай нам Бубен Большой Легкий Который Из козла Сделан И мы Еще одну Вибрацию Покажем Которую Может не в самой бане Но около Бани Вполне Можно Можно использовать Без 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а теперь смотрите. Я буду идти и ударять по бубну по одной и той же точке. А вот тело будет воспринимать этот удар немножко по-разному. Просто слушайте звук. А вот здесь прохлопываю. До этого шло наполненным звуком. А вот здесь пошла пустота. Как будто в этот момент у меня бубен отсырел. И он такой плюх, плюх, плюх. Совсем другой звук отдаёт. Опять наполнился в одном месте. А потом опять провалился. Опять начал. Как будто сырой. Выдавать звук. Сейчас опять ровно пошёл. Здесь более-менее. Возвращаемся на то место. И может быть, это не слышно, не передаётся на камеру, не передаётся микрофонами. Но когда ты стоишь рядом или когда ты стоишь над гостем, тебе очень чётко слышно разницу между тем, как резонирует или диссонирует бубен с разными задачами внутри тела гостя. И это ещё одна диагностика и ещё одна магия банного пространства. Это значит, что в том месте, где я сейчас гулял бубном, и бубен начал прохлюпывать, пробивать, вдруг он перестал быть таким натянутым. Это значит, что в этом месте где-то была задача. Задача для моей работы, для моего возможного исцеления. То есть, значит, вот ищем это место. Ну, а дальше сосредотачиваемся на образном парении. И пусть сейчас нет здесь жары, пусть нет здесь пары, баня здесь есть. И в этой бане сейчас мы можем человеку помогать. И есть те возможности, с которыми надо работать. И в первую очередь я сейчас работаю даже не с телом гостя, может быть, даже не только с его душой, а я работаю с картинками, которые строю у себя в голове. То есть, образное парение это работа с картинками в своей голове. Я сначала решаю, каким образом я помогу гостю, и потом этот образ стараюсь воплотить. Так,